Рязанцы попросили ликвидировать или оградить заброшенные котлованы в районе Дашково-Песочни. Они находятся на пустыре и ничем не огорожены. Глубина ям составляет порядка 4-5 метров. На дне бетонные сваи. Проблема состоит в том, что много жилых домов в округе. И вот на этом пустыре, как вы видите, ранее была строительная площадка. Стройку здесь приостановили. Посты охраны все убрали. Соответственно, убрали ограждение. Но ямы, котлованы, которые запланированы были под постройку домов, соответственно, их здесь рыли. Здесь их несколько на этой территории. Ну, в общем-то, остались как и есть. Мы считаем, что, конечно же, такие вот недостроенные, недоблагороженные объекты могут нести себе риск для здоровья и жизни. Весной котлованы заполняются водой, которая стоит там до начала лета. Больше всего местные жители обеспокоены за детей, которые часто играют в этом месте. Во-первых, у меня за этими котлованами дача. Вот на самом деле у меня дача. И вот это утром, когда вот такая есть вот история, даже несколько раз замечала. Дети вот в этом котловане, который разобрали, кран убрали, прыгают детишки, подростки. Ну, раз прямо вот за сердце берет. Во-вторых, было все огорожено забором, и все было как-то, ну, так более-менее. Когда забор разгородили, я вот честно, мне даже страшно ходить. А вот за мной яма, вот за мной, где вы сейчас снимали, там на самом деле, там по весне, я просто была в ужасе. Там вода стояла, как море. Ну, была вода. Я переживаю за то, что когда яма может наполниться дождевой водой, и дети гуляют иногда без присмотра, которые лет 7-8, которых отпускают одни, они могут в этой яме или утонуть. Был такой же случай на моей жизни в городе Сасове, там рядом парк, там была яма, и мальчик, пока бегали-бегали вдвое, один упал, второй не мог спасть, и так он захлебнулся. За котлованами находятся дачи, и люди ходят к ним мимо опасного участка. А ведь вечером здесь нет освещения, и свалиться в яму со сваями велики шансы не только у тех, кто возвращается с дач, но и у тех, кто любит здесь устроить шашлыки. Я действительно считаю, что их нужно как-то градить или закопать, потому что это опасно, особенно у детей. Я живу в доме напротив, 18-й Песочинской. С балкона видно вот это место, где раньше строили дом. Потом дом разрушили, котлован остался. Сейчас там лето, пикники, дети гуляют, люди идут на дачу. Ну, может быть, в яму попасть. И вообще, желательно, чтобы эту яму закрыть, закопать. Люди надеются, что власть отреагирует, и котлованы в районе Дашково-Песочни ликвидируют или хотя бы огородят. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова